Еще одна тема, которую хочу обсудить с вами, Мария, это интервью в предновогоднем выпуске российского подкаста «Про науку», интервью старшей дочери Путина Марии Воронцовой. Очень негативную реакцию, даже шок это вызвало у западных СМИ. Она там говорила в основном о генетике, науке, но при этом были фразы о том, что в России экономика – центрическое общество и человекоцентрическое общество, что возмутило в принципе все мировые СМИ. Почему это интервью вызвало шок? Потому что на фоне той войны, которую ведет Путин сейчас, этих кадров, которые мировая общественность видит в Украине, вот дочь Путина говорит о человекоцентрическом обществе. Не так часто Мария Воронцова в принципе дает интервью. С чем связано ее публичное появление на публике? Кстати, Путин не так давно начал упоминать в каких-то комментариях о своих дочерях Воронцовой и Тихонова. Готовит преемниц? Об этих женщинах? Раньше он говорил про этих женщин в основном. Но что я вам хочу сказать? Я всегда думала, когда он выбирал этим женщинам псевдонимы, чем вот он руководствовался. Как известно, рождение вот этой конкретно женщины пришлось, видимо, на разгар их теснейших взаимоотношений с Виолончеленистом Ралдугином. Вот. И если можно себе представить, что Тихонова названа в честь артиста, сыгравшего, гларифицировавшего, так сказать, чекизм вот этого Штирлица, то вот я почему-то думаю, что Воронцова получила свой псевдоним, потому что, когда они прогуливались, о чем свидетельствовала жена Путина, Шкребнева в девичестве Путина в замужестве первом и очередное в замужестве ныне, что, дескать, она пока донашивала дочь, в это же самое время Путин предпочитал по заснеженному Ленинграду гулять с этим самым Ралдугиным, поговаривают даже под ручку, да и вступался за него и бился в драках, и вообще возил сначала в первые времена на Запорожце без глушителя, а потом, конечно, торжественно на Волге. И вот мне почему-то кажется, что, наверное, не было какое-нибудь там излюбленное злачное местечко в районе Воронцовского дворца, в котором находилось долгое время Суворовское училище. Мне почему-то кажется, что вот этот псевдоним появился неспроста, а именно потому, что там, наверное, были какие-нибудь самые любимые подворотни-закоулки. Вот, также должна сказать, что существовал определенный слух, что Шкребневой приходилось терпеть, что называется, ну, не то чтобы даже шведской семьей, ну, в общем, терпеть какое-то постоянное пребывание Виолончелиста в своих апартаментах. То есть поговаривают, что непонятно до конца, отец это, значит, у нее Ралдугин или кум, то есть он же и крестный этой Воронцовой. Но вот была такая версия, что на самом-то деле отцом этой самой Воронцовой вполне возможно все-таки является путинский любимчик. Но давайте дальше. То есть все остальное и так понятно. Офшор, который он подарил Ралдугину в 2 миллиарда, мне кажется, это самое такое яркое подтверждение пылких чувств к нему, которые не угасали десятилетиями. То есть Путин подарил Ралдугину, кроме офшора, дом музыки, это такой, это целый дворец, такой маленький, даже не маленький, а, можно сказать, даже Версаль, вот, где теперь Виолончелиста развлекают музыканты, судя по всему, потому что можно видеть на афише. В основном симпатичные юноши, которые, юноши, которые, видимо, услаждают не только взор и даже не только слух. Но вот давайте вернемся к интервью вот этой женщины, которая действительно шокировала рядом положений. Например, она сказала о том, что руководствуясь принципом генной инженерии, некоторых детей не стоит даже зачинать. То есть, ну, наверное, так, если бы кто-то разделял ее концепцию, близкую к результатам расологических исследований, так бы я сказала, совершенно отвратительно, в доктора Менгеля в нацистских лагерях, то, наверное, этот кто-то посоветовал бы ей посмотреть на как раз такого одного, это непосредственно на ее же папашу, которому, вероятно, действительно не стоило появляться на свет Божий, потому что, наверное, так как его проклинают, ну, наверное, знаете, мало кого проклинали так сильно. Вот. Второй ее рассказ о сути, то есть я вам хочу сказать, что такие вообще, в принципе, публичные заявления, они все равно шокируют, понимаете, даже если говорить о том, что она потомственный людоед. Ну, то есть, сталинизм, который пропитан, так или пропитана, так или иначе, их семейка, еще с тех пор, как, ну, названный отец Путина, который его воспитывал долгое время, тот, который является отцом согласно официальной биографии, он же был еще и к тому сотрудником НКВД, поэтому, вот, видимо, видимо, вот эти все концепции, ну, не будем забывать о том, насколько режимы Гитлера и Сталина были похожи до тех пор, пока, до тех пор, пока Гитлер, посмотрев на методы, как Сталин там пытался реализовать их секретный протокол, как он пытался провести зимнюю кампанию, как он напал на Финляндию, вот после этого произошло разочарование и после совместных парадов и подписания вот этих всех омерзительных бумаг Гитлер все-таки решил, что такой ему союзник не нужен. Ну, вот, видимо, это все-таки все вот эти, все его, ее вот эти высказывания, они еще, вот, знаете, как-то строятся на концепции, которая тогда, вот, видимо, у отца, во всей семье, у самого Путина, то есть эти вещи, которые дают такое неприятное, конечно, ощущение, потому что, знаете, ну, это просто действительно, ну, это просто вот это вот, я не знаю, вот эта росологическая теория, мерзительная совершенно, которая леденеет, понимаете, все внутри. Вот она об этом говорит запросто. Значит, дальше. Дальше, значит, она сказала о том, что, значит, кстати, это, может быть, тоже проскочило мимо уха неосведомленного зрителя. Значит, она сказала, что существуют такие патологии костной ткани, обратите внимание, и о том, что у представителей определенных этнических групп раковые клетки, значит, не активируются в такой степени и в обстоятельствах, в которых они включаются у представителей других этнических групп. То есть из этого можно, в общем, наверное, сделать вывод, что некая группа специалистов во главе с этой дуримаршей ищет для деда, узурпатора, какую-то формулу или комбинацию геномной терапии для приостановки ракового разложения его костных тканей и продления жизни в этом микроорганизме. При этом, я думаю, что ни о какой речи даже не может идти, о том, чтобы кто-то помышлял вообще слово «приемник» или «приемница» произносить при нем. Я думаю, что его одинаково раздражает такое слово, будь оно применено как к чужому человеку, так и к одной из этих женщин. Но сейчас она, тем не менее, достраивает новую Сагазовскую клинику под Санкт-Петербургом, якобы именно для лечения там от болезней, которыми страдает кремлевский старец. На эти золотые пиявки воронцовые подарили из бюджета уже более полутора миллиардов евро. Когда будет подходить к завершению этот проект, ну опять-таки, если этому всему, понимаете, это все планы, которые они там вынашивают. А я думаю, что черные лебеди прервут эти цепочки этого бессвязанного бреда. Но, тем не менее, я думаю, что она бы, конечно, если бы речь шла о том, что будет сформировано, так скажем, вот это некое новое правительство, когда они потеснят там существующего Мишустина, например, то тогда бы она, наверное, захотела бы стать каким-нибудь новым министром здравоохранения или вице-премьером по социалке и медицине вместо мадам Арбидол Голиковой. Так что я думаю, у нее вот только вот в таких пределах, пока, во всяком случае, фантазия разыгрывается и никак не дальше.